Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 июля, я снова в теплице с моими томатами для получения раннего урожая. Очередные сборы урожая у меня тут же подстригаю все одновременно. И как раз хочу поговорить, вспомнила, что Лена Авдеева еще несколько дней назад у меня спрашивала, написала такое сообщение. Никак не могу определиться с поливом. У нас стоит тоже жара 30 градусов, но вот я жаловалась, что у меня долгая жара, у нас тоже очень жарко. В теплице еще выше. Если до этого я поливала через 5-6 дней, то во время жары стала поливать каждые 3 дня. Томатам это понравилось, но стала пробовать плоды, а они не сладкие. Хотя по характеристикам, ну должны быть сладкие. Вот такие вот, например, крупные, которые мясистые, они все почти сладкие должны быть. И она пишет, где-то читала, что обильный полив снижает сахаристость. И вот теперь сижу в раздумьях, что делать. Снимите ролик с вашими мыслями по этому поводу. Я уже неоднократно говорила, да, полив чрезмерный, нарушение режима полива снижает процент сахара в томатах. И вы знаете, что если погода дождливая, если много осадков, плоды становятся водянистые. И даже вот те наши сорта, которые вот огромные, мясистые, должны быть сладкими-сладкими, они теряют сахаристость. Ну это ясно, это закономерно, повышается процент воды, меньше сахара, меньше сухих веществ. И вот у нас очень долго стоит жара. У нас никогда не было в Сибири столько солнца, столько жары, чтобы без перерыва все, жара, 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 жара. Мне вот кто-то с Краснодара написал, вы что смеетесь, 30 градусов, разве это жара 40-45? Ну мы не привыкли к такой жаре, мы сибиряки, для нас 30, это ужасно. Я вот отработаю, позанимаюсь 3-4 часа в огороде, мне делается плохо, я ухожу домой, и я потом полдня после этой жары, я прийти в себя не могу, я как сонная муха. Это очень тяжело и нам, и нашим растениям, но мы не привыкли к такой жаре, нам тяжело. И мне тоже кажется постоянно, я вот в этом году первый раз капельный полив использую, видите, вот это вот пятнышко, вчера поливала, мне тоже кажется, что томатов моим мало, вот как я поливала раз в 7-10 дней, я постоянно то немножко пытаюсь шлангом подлить или что, но все равно я поливаю очень редко, ну я поливаю редко, потому что у меня времени не хватает, жара на нас обрушилась, у меня 4 теплица, я вот бегаю туда-сюда, даже бочки налить водой, это и то занимает очень много времени, еще по сангованию. И получилось, что нынче они у меня воды не получили в должной мере столько, сколько нужно. И что вы думаете, я начала, когда вот проводить дегустацию, таких сладких томатов я в жизни не видела. Вот сладкие вообще, вот если есть выражение, что сладкие как мед, вот это действительно, вот когда вот эти торговцы на базаре кричат сладкие как мед, я не думала, что овощи, например, помидоры могут быть такие, вот сладость вообще, особенно если, сейчас вам покажу, если их вот до такой зрелости, вот прям именно, чтобы они были такие ярко-розовые или, например, ярко-красные, чтобы они поспели даже чуть-чуть, вот видите, треснутые, вот сладкие вообще тают во рту, это плюс. Но минус какой? Зато они меньше размера. Вот эти крупноплодные, но я не буду там копаться, вот видите, вот эти должны быть очень крупные, вот этот сорт подавик, они должны быть все, ну не все, хотя бы нижние кисти, они должны быть вот такие, что в руку не влазит, не входит. Они мелкие. Вот вам и получается, как выбирать, или хотите сладкие и вкусные, или хотите, чтобы они были крупные. Вот видите, вот эти кисти, первая, вторая, они должны быть очень большие. Они у меня получились среднего размера, но вкус неповторимый. Вообще, мы в этом году, мы никогда не ели столько помидор. Я сама не очень много ем помидор, мне хватает, как при дегустации, там попробовать, покушать. Но тут я начинаю семена выбирать, я все их съедаю. Они такие вкусные, и я поняла, что действительно, то, что я читала раньше на бумаге, что полив там снижает сахаристость, это все правда. Вот нынче у нас жара, помидорам не хватает воды. Вы видите, что земля у меня тут сухая, сухая-пересухая, как на дороге, вот вообще иссохшаяся вся. И получились томаты прекрасного вкуса, но маленькие по размеру. И вот Лене Авдеевой, я хочу сказать, что вам все-таки придется выбрать, да, если вы будете поливать часто, как каждые три дня, это, конечно, часто, то у вас будут томаты немного менее сладкие, не сахаристые. Если вы будете поливать редко, как раньше, например, в 6-7 дней один раз, они будут у вас сладкие. Ну, конечно, воды в такую жару им не хватает, потому что я еще раз говорю, земля вся сухая, у нас все аж трескается земля. Они будут меньшего размера, но это мы каждый решаем для себя сам. Сами. Или нам нужны сладкие вкусные, ну, пусть они будут поменьше, или нужны вот такие вот, чтобы они были все вот такие здоровяки, здоровые. Но они будут, если их сильно поливать, тогда чуть-чуть менее сладкие. Два в одном получается редко, потому что в такую температуру, вот у нас 30, за 30 стоит температура уже, не то что много дней, наверное, много недель. Очень сложно высчитать размер воды, сколько им нужно. Обычно говорят, что томаты любят редкий, но обильный полив. Я вот пробовала обильно шлангом, полью, полью, думаю, ну, хватит им на неделю, на 7, на 8 дней. Через 2 дня прихожу, все здесь сухо. И вот думаешь, то ли там в глубине есть еще вода, или все высохло так же, как наверху, ну, туда же не будешь выкапывать ямки под каждую. С капельным поливом я тоже не могу определиться. Мне постоянно кажется, что им мало. Вот вчера поливала, вот что это там пятнышко мокрое у этого томата, мне кажется, что этого мало. Я бы полила, еще бы добавила. Но я вчера ушла некогда, сегодня у меня уже полив другой теплицы, и получается, что у меня они недополучают. Вот думайте сами, правильно ли она сказала, сижу в раздумьях, должен каждый сесть и подумать, какой полив, какой режим полива выбрать. Лучше направленный на укрупнение плодов или на повышение сахаристости. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Может быть, я рассказала, не все понятно, но вот у меня попросили мысли на этот счет высказать свои. Я их высказала, как смогла. До свидания. Желаю всем, чтобы томаты у нас были и крупные, и сладкие. Хоть я знаю, что это бывает очень редко, нужны идеальные условия, но мы будем к этому стремиться. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok